всем привет youtube привет вот он мой экранчик бедный падал он не раз решил сделать новый вот так вот удобно и дефектовать иногда удобно в первоначальный там подъем делать смотреть как повреждения сложились эти зажата где наоборот я мы большие ну то есть на работать от большого к малому как это все делается у нас есть такой рекламный комбинат напечатали мне такую порезали один метр стоит 300 рублей но я заказал и поменьше и покрупнее сейчас будем переносить на вот эту заготовку с помощью вот такой вот клейкой ленты будем переносить сюда решил сделать новый экранчик для того чтобы перенести вот такую вот сеточку на нашу заготовку вот нужно так называемая специальная монтажка это клейкая лента тоже ее наклеиваем на искомое клейким слоем сюда хорошенько проглаживаем снимаем и все вот это снимается и потом переклеивается сюда поехали никогда не заморачиваюсь особо сильно тут идеально ровно наклеить взял приблизительно наклеил прогладил этого достаточно сейчас подготавливаем вот эту поверхность я всегда чтобы хорошо ровненько наклеить беру и смачиваю чуть-чуть мыльной водичкой там каплю допустим там или мы мыльную водичку сделаю или же там капельку шампуня в водичку но это как бы не столь важно и сейчас покажу как переносится это все не всегда это все хочет легко и просто переносится как мы видим часть пытается остаться на вот этой подложке ну что немножко прогреем про утюжим чтоб все приклеилось сюда на вот эту вот нашу переноску буквально чуть-чуть слегка прогрел и как мы видим прогресс на лицо надо еще немножко прогреть вот как мы видим все нормально переносится да вот эти неровности конечно не приятно но ничего страшного все это разгладиться вот для чего и я смачиваю поверхность водой чтоб на ней можно было поиграться и разгладить уже без пузырей перенести и без неровностей на вот эту нашу поверхность на вот этот наш будущий экран как мы видим плавненько все это отходит к сожалению где-то вот мусоринка попала такого критичного влияния я считаю это не оказывает потому что при дефектовке это все дефектуется как бы приблизительно вот это не чистка но тем не менее постараться надо аккуратно делать вот такой пластиковый скребочек я его иногда применяю бывает что клей плохо отстает загадка природы 10 раз приклеил все нормально отрывается спиртом капну иногда бывает места попадаются где клей плохо отходит берешь грибочек накапал и потихоньку вот таким шпателечком поддеваешь чтобы это все отходило и плавно все это раздираем вот что у нас получилось теперь берем потихоньку выгоняем остатки нашего мыльного растворчика убираем пузыречки чтобы наша дефектовочная досочка была ровненькая ждем пока все это плавно высохнет убираем лишнюю влагу и сейчас покажу чудо сидела вот видно к сожалению 10 попали мусорины но ничего страшного еще раз говорю с нее не стрелять в нее приблизительно целится наша панелька вот мы видим кое-где там воздушные пузырьки кое-где не прилегло скажем так нам с нее не стрелять поэтому сейчас как бы основной момент вот эти вот полосочки у меня шириной 2 миллиметра я буду делать самые мелкие то есть 2 миллиметра полоска 2 миллиметра просвет будет можно сделать так как вам это удобно начинаем берется вот такой ножичек поддеваем с краю первую ниточку я просмотрел первая нитка у нас нормально соседнюю поддеваем так вот первый раз в первый класс поехали дальше поддеваем следующую через одну аккуратненько срываем да это вот видно допустим там немножко зазор не идеальный между ними но это лишь для дефектовки и для первоначального подъема но условно так иногда бывает сложные какие-то заломы или сложное решение надо принимать вот через вот эту дефектовочную через этот экранчик легче это все дело прочитать вот так не спеша поддеваем и по одной ниточке все это плавно плавно получается у нас такой экранчик вот собственно и получилось как мы видим здесь где есть камера не хочет наводить такое где как бугорочки есть я беру рукой разглаживаю где-то воздушные пузыречки где-то какие-то маленькие капельки воды скопились просто выглаживаем это все вот еще раз повторюсь вот здесь видно прям немножко неровно приклеились но ничего страшного в основном рабочая зона как бы человек старается всегда в серединку смотреть вот вот это вот отходы это все в мусорку ну вот или нет что у нас получилось сейчас попробуем в нем посмотреть что получилось следующий момент берем скотч я пока что ничего интереснее не придумал я свое время как говорится что нибудь сделаю такое чтобы допустим вот так лампе одевалась какие-то ножки или какие-то крепления вот но пока что сделаю вот как мы видим этот экран у нас предыдущий был и пошире и помельче но поработал я понял что мне вот такой вот вариант больше нравится этот экранчик у нас вот с такой лампы из ней продентов sky жалко конечно но падал он не раз не два не три побился потрескался ну такой пластик здесь вот поэтому я решил с обычного ну как его молочное ворстекло обрезки на рекламном комбинате зашел взял такие маленькие кусочки они отдают совершенно бесплатно то есть я потратился только лишь на то чтобы мне вот эту пленочку порезали клеющуюся ну и как вы сами видите успешно за 15 минут сделал экранчик теперь опробуем его в деле приклеил на скотч надо его нужно и так и вот так поставить на что зажигаем чуть прибавим громкости смотрим что у нас получается вот мы видим все дефекты вот она нас яма линии у нас расходятся не знаю может быть на детали видно плохо но на самом деле видно вот достаточно был глазом видно очень все хорошо также допустим поперек но все это прекрасно видим вот они наши линии где сошлись где разошлись для первоначальной правки как бы это неплохо все видно и мы видим куда надо нажать где надо разбить чтобы получить нужный результат была такая книжка да не было она есть два капитана каверина а там говорится когда учили там молодого человека говорил палочки должны быть поппендикулярными то есть ну вот как здесь должно быть все ровненько и перпендикулярно но тут надо чтоб линии были параллельными там где они расходятся там у нас мы можем прочитать дефекты вот такой экранчик как мы видим там при его изготовлении были какие-то небольшие дефекты но в общем и целом вот если так посмотреть все довольно явно читается и видится опять же цена вопроса если 300 рублей метр этого этой пленки порезали мне это метр это сколько таких ламп можно но не лампа таких дефектов очных экранов сделать то есть допустим надо вам вы можете по две полоски вместе и просвет между ними тоже как две полоски сделать в данном случае еще раз повторюсь ширина каждой полоски два миллиметра и между ними два миллиметра получилось вот такая вот несложная штука и у нее уже удобно нам смотреть на картину с чем нам придется заниматься это такая меня деталь учебно тренировочная скажем вот на ней я все это и показываю все ребята спасибо всем за внимание комментарии которые по делу с удовольствием рассмотрю отвечу все пока пока до встречи